Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Восстановление экономики, инфраструктуры и социальных объектов. Министерство ЖКХ и строительство России объявило благодарность правительству Самарской области за помощь новым регионам. Новые точки притяжения. Глава Самары Елена Лапушкина посмотрела, как идет благоустройство общественных территорий в Куйбышевском, Советском и Промышленном районах. Народный артист России Андрис Леепа приехал в Самару, чтобы встретиться со студентами и школьниками, поддержать одаренную молодежь и представить балет «Жар птица». Более 700 артистов из 12 ансамблей со всей страны. В Самаре завершился 9-й всеармейский фестиваль ансамблей песни и пляски вооруженных сил Российской Федерации. Крылья Советов сохранили прописку в РФПЛ. В заключительном туре чемпионата России самарцы обыграли московский «Спартак». Правительство Самарской области держит на контроле ситуацию с отравлением сидром жителей региона. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в ночь с 4 на 5 июня две жительницы Новокуйбышевска скончались после употребления спиртосодержащего напитка «Сидр», приобретенного в одном из магазинов Новокуйбышевска. Возбуждено уголовное дело. Следствие выяснило, что напиток производят в Красноглинском районе Самары. Предприниматель задержан. «Сидр» того же производителя пили жители Ульяновска, которые также скончались. В общей сложности пострадали около 35 человек. Правительство Самарской области и региональный главк МВД предупреждают. Употребление алкогольного напитка «Мистер Сидр» опасно для здоровья. Ситуацию взяли на контроль правоохранительные органы, региональный Роспотребнадзор. Проводятся все необходимые проверки. По информации МВД, во время проверки грузовиков в Самаре уже задержали фуру, которая перевозила 18 тысяч литров алкогольной продукции под маркой «Мистер Сидр». В настоящее время сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции совместно с участковыми уполномоченными полициями и представителями других подразделений территориальных органов внутренних дел проверяют все торговые точки и места складирования алкогольной продукции на территории Самарской области. Для пресечения попыток провоза контрафактной продукции на всех дорогах Самарской области выставлены заслоны. Сотрудники ГИБДД проверяют автотранспорт. Вся изъятая продукция направляется на экспертизу. Если вы стали свидетелем реализации алкогольного напитка «Мистер Сидр» или владеете информацией об изготовлении и продаже другой контрафактной продукции, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону, указанному на экране. Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Самарской области по токсикологии заведующий отделением по оказанию помощи больным с острыми отравлениями больницы Середавина Наталья Вехова рассказала о том, как действовать при первых симптомах пищевого отравления. Употребление некачественных продуктов питания и алкоголя может привести к трагическим последствиям для здоровья и жизни. Признаки отравления могут появиться не сразу. К общим симптомам относятся тошнота, рвота, головная боль, повышенные или пониженные давления, судороги. Эти признаки – показания для обращения за медицинской помощью. Не оставляйте человека в таком состоянии одного. Необходимо вызвать бригаду скорой помощи и до приезда медиков промыть желудок чистой водой комнатной температуры без добавок. При неукротимой рвоте не стоит принимать сорбент. По статистике, более 60% всех смертельных отравлений связано с употреблением спиртного, алкоголь, яд, общетоксического действия, который нарушает работу всех органов и систем. Министерство ЖКХ и строительство России объявило благодарность правительству Самарской области за помощь новым регионам. Благодарность вручили губернатору Дмитрию Азарову. Второй год подряд Самарская область выносит большой вклад в развитие новых территорий. В прошлом году губерния заключила соглашение с конкретным муниципалитетом – городом Снежной в ДНР. С тех пор Самарская область помогает Снежному в восстановлении экономики и инфраструктуры, а также в развитии социальной сферы. В списке первоочередных задач был ремонт инфраструктуры ЖКХ, подготовка к отопительному сезону, восстановление школ. Все работы выполнены, более 80 социально значимых объектов привели в порядок. Это и котельные, и жилые дома, и участки дорог, сообщил Дмитрий Азаров. Работа региона по восстановлению Снежного продолжается и в этом году. Ремонтируют больницы, школы, детские сады. Существенный вклад вносят жители Самарской области. За прошлый год из 63-го региона на Донбасс отправили около 6 тысяч тонн гуманитарной помощи. В Самаре активно идут работы по благоустройству общественных территорий, которые победили в рейтинговом голосовании в прошлом году. Это такие общественные пространства, как Ерек-парк, Воронежские озера, парк Молодежный. Там начнутся вторые этапы благоустройства, а вот сквер Самарец начал преображаться в этом году. И до конца лета планируют завершить работы. С начальными этапами и первыми результатами на всех территориях ознакомилась глава города Елена Лапушкина. В объезд отправилась и наша съемочная группа. Светлана Кудрявцева расскажет подробности. Глава Самары Елена Лапушкина осмотрела несколько общественных территорий, которые в этом году благоустраиваются по федеральной программе формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда». Первой точкой стал Ерек-парк в Куйбышевском районе. Эта территория общей площадью более 22 гектаров, целый парковый ансамбль с благоустроенной береговой зоной в Волгаре. Преображение запланировано в несколько этапов. В первую очередь парка уже благоустроена. В этом году будут заниматься второй. Преобразится прогулочная зона от 57-й школы до улицы Казачьей. Сейчас на этой территории идут подготовительные работы, убирают чернозем, делают трассы для дорожек, готовятся к обустройству асфальтовое покрытие. На данной территории, на этой очереди, концепция сохранится. То есть будет устроена одна велодорожка, одна пешеходная дорожка. Будут организованы настилы деревянные для отдыха. Беседки. Будут установлены мафы, урны, скамейки. Будет произведено озеленение, проведен автополив, санитарная обрезка деревьев. Особую атмосферу его создают в сквере Самарец. В советском районе планируют выполнить стилистическое оформление сквера в стиле конца 40-х годов прошлого века. Елена Лапушкина поручила главам промышленного и советского районов привести в порядок фасады домов, прилегающих к скверу. А также проверила, какой объем работ уже выполнен по благоустройству общественного пространства. Большой объем работ выполнен по всем демонтажным работам. Выполнили подземные коммуникации для освещения, выполняются работы под автополив. Выполнены работы под водопровод фонтана, водоотведение фонтана и электропитание фонтана. Также приступили к работам облицовки фонтана серым гранитом. Здесь фонтана не было, поэтому он небольшой, компактный, но очень красивый был. Продолжаются работы на Воронежских озерах в промышленном районе. Первый этап благоустройства выполнили в прошлом году перед церковью Святой Троицы. Здесь тоже появился оригинальный фонтан, который пользуется сейчас большой любовью у отдыхающих, особенно у детей. Второй этап благоустройства проводят за храмом. Будет благоустроена территория разбитой дорожки, газоны, цветники, также освещение. Стараемся максимально учитывать те моменты, которые поступают от жителей. Парк «Молодежный» в этом году тоже продолжает свое преображение. В порядок приводят участок от улицы Воронежской до озера, который восстановят по просьбам жителей. Более 20 тысяч кубометров воды будет подаваться из водопровода и скважины на глубине 70 метров. А украшением самого водоема станет фонтан на плавающей платформе. Строители разравнивают дно, затем заменят асфальт по периметру и укрепят береговую линию. Параллельно в порядок приводят входную группу и аллею со стороны улицы Воронежской. Здесь обновят тротуарное покрытие, добавят лавочки, урны, клумбы, высадят дополнительно кустарники и деревья, а также продолжат действующую в парке велосипедную дорожку. Напомним, что благоустройство городов в приоритете у губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Это имидж региона в целом. Повысить привлекательность Самарской области, сделать города комфортными и удобными для местного населения, а также для туристов – такую задачу ставит перед органами власти глава региона. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. В областной столице появились два новых сквера – Солнечный и Сквер Анатолия Чижова. Соответствующий документ подписали в администрации Самары. Первая зона отдыха расположена в границах 5-й и 6-й просек, улицы Советской армии и Солнечный. Вторая – в Кировском районе, около дома 145 по проспекту Кирова. В Самаре подвели итоги конкурса «Лучший муниципальный служащий органов местного самоуправления». В этом году претендентов оценивали в двух номинациях – лучший специалист и лучший руководитель. Они должны были представить свои проекты и пройти тестирование, во время которого отвечали на вопросы по пяти направлениям. Таким как знания Конституции России, законодательства о муниципальной службе и противодействия коррупции, информационно-коммуникационные технологии и другие. Результаты работы оценивала компетентная жюри в составе 14 человек. Это представители Городской думы, контрольно-счетной палаты, отраслевых органов, а также независимые эксперты. Основными принципами конкурса являются равные условия для всех участников – открытость, гласность и состязательность. Независимо от своего статуса, все участники у нас были в равных условиях и с достоинством преодолели все испытания. Во время еженедельного совещания под руководством главы города Елены Лапушкиной были объявлены победители. Конкурс «Лучший муниципальный служащий органов местного самоуправления» проводится в целях повышения престижа работы профильных ведомств города. Он был учрежден благодаря указу президента Владимира Путина, который поручил повысить престиж государственной и муниципальной службы, а также разработать инструменты привлечения на работу молодых, перспективных и высококвалифицированных специалистов. В Самару приехал народный артист России Андрис Лиепа. Он пообщался с самарскими студентами и школьниками. Вместе с главой Самары Еленой Лапушкиной вручил стипендии одаренным детям и талантливой молодежи, а также представил свой балет «Жар птица». Подробности расскажет Галина Топилина. Миша Черноземов в 6 лет выиграл первенство России и первенство Европы по шашкам, соревнуясь с более взрослыми соперниками. Тренер Миши Олег Дашков рассказывает, этот юный спортсмен – надежда Самарской области в своем виде спорта. Когда только родители привели заниматься шашками, было сразу ясно – это будущий чемпион. В 5 лет – первый опыт соревнований, а через год уже уверенная победа. Миша – это уникальный спортсмен. В шашке мы принимаем, как правило, детей не младше 6 лет. А когда впервые пришел он в 4,5 годика, и как я впервые его увидел, конечно, он в 4,5 года уже был не по годам развит. То есть это касалось и шашечной жизни, запоминание было просто. Я показал один вариант, например, на 30 ходов. Он буквально сразу его запомнил. То есть, ну, были поразительные. Как рассказывает сам юный чемпион, секрет успеха – добросовестно трудиться и быть максимально внимательным. Надо много заниматься, усилий много прилагать, чтобы побеждать. Сегодня Миша оказался в числе 50 юных дарований Самары, особо отличившихся в спорте или творчестве. Этих ребят наградили стипендией городского округа Самары. Она в качестве меры поддержки, одаренным детям и талантливой молодежи Самары, назначается с 2012 года. В этом году на назначение стипендии поступило 230 заявок. Перед конкурсной комиссией стояла непростая задача – отобрать лучших из лучших. Церемония награждения прошла в торжественной обстановке в Самарском академическом театре оперы и балета. В ней принимали участие глава города Елена Лапушкина, председатель городской думы Алексей Дегтев и народный артист России Андрис Лиепа. Отметить, поддержать лучших, а также стимулировать юные дарования, держать эту планку и развивать свои возможности – главные цели этой стипендии, рассказывает глава города Елена Лапушкина. Наши с вами стипендиаты – яркое тому подтверждение. Мне кажется, если спросить каждого из них, они совершенно точно скажут, что одного таланта для достижения успеха недостаточно. Еще нужно много-много упорства и много-много труда. И, конечно, нельзя добиться успеха, если рядом не будет тех людей, которые поддерживают, которые окрыляют, которые учат. И, конечно, я говорю о наставниках, о родителях. Спасибо вам за это огромное. После торжественной части в Большом зале театра для талантливой молодежи Самары, учеников, педагогов школ искусств, студентов творческих вузов, семей участников СВО и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, артисты Московского государственного академического детского музыкального театра имени Натальи Сац представили балет «Жар птица» в постановке Андриса Лиепа. Премьера спектакля состоялась в 1910 году в Париже, а в наши дни этот спектакль обрел вторую жизнь благодаря Андрису Лиепе. И сейчас на сцене Самарского академического театра оперы и балета мы видим ту постановку, которую видела публика сто лет назад. Это шедевры русской культуры и шедевры 20 века. Классика музыкальная, классика хореографическая и очень интересные декорации костюма. Это восстановленные главинские оригинальные, которые были в 1910 году использованы. Самарская публика по достоинству оценила постановку. Мы теперь хотим заниматься. Пока выступление было, мы уже собрались записаться на балет. Все было очень складно, были четкие линии, мне очень понравилось. Костюмы тоже очень яркие, свет так играл. Вообще замечательно. Нам очень понравилось. Спасибо. Андрис Лиепа признается. Постановка «Жар птиц» – воплощение его 20-летней мечты и работы. Он остался восхищен тем, как встретила этот спектакль самарская публика. Галина Топилина, Игорь Казановский. События. Еще одной остановкой Андриса Лиепа в Самаре стал межвузовский молодежный концертный комплекс «Дирижабль». Пообщаться с народным артистом России пришли деятели культуры, студенты и учащиеся профильных вузов и училищ. Уже с первых минут творческая встреча переросла в доверительную беседу. Присутствующие слушали истории становления Андриса как солиста балета. Разные случаи с детства звучали и полезные советы для будущих танцоров и хореографов. Многие из присутствующих студенты этих двух направлений. Студентка Института культуры Марина Клеско учится на хореографа. Говорит, что такие творческие встречи очень вдохновляют. «Именно развиваться и стремиться к чему-то большему, не распыляться на то, что сейчас дает этот мир, что-то легкое, а именно идти к чему-то великому, большому и стоящему». Далее коротко о других темах дня. Российские банки в мае выдали ипотечные кредиты на 590 миллиардов рублей. Это стало рекордным майским показателем за всю историю наблюдений и рекордным показателем с начала 2023 года. Такую оценку дали аналитики одного из крупнейших банков страны. Прежний рекорд был установлен в марте, а перед этим в 2021 году. Ранее компания дом.рф сообщила о продлении спада на рынке ипотеки. Более половины выдач кредитов приходится на вторичное жилье. В стране с 1 сентября введут запрет на использование летних шин зимой, а зимних – летом. Это следует из постановления правительства. Меры распространяются почти на все легковые автомобили. Зимние шины должны быть установлены в период с декабря по февраль, летние – с июня по август. Причем покрышки по сезону должны стоять на каждом из колес. В России действует несколько ограничений, которые касаются исправности шин. Законодательство запрещает ездить на изношенных покрышках, на зимних – с остаточной глубиной протектора менее 4 мм, и на летних – с глубиной менее 1,6 мм. Кроме того, запрещается установка шин разных моделей на одну ось автомобиля. Все эти нарушения предусматривают штраф в 500 рублей. В Самаре женщина потеряла почти полмиллиона, откликнувшись на вакансию копирайтера. Потерпевшая увидела предложение о заработке в интернете, прошла по указанной ссылке и отправила заявку, указав свой телефон. Ей позвонил неизвестный, который представился специалистом отдела кадров рекламной кампании, и сообщил, что для подтверждения личности соискательница необходимо ввести свои личные данные в анкету на сайте, а также заплатить взнос путем перевода денежных средств на биткоин-кошелек. Женщина выполнила условия лже-кадровика и с ее счета списали 460 тысяч рублей. По факту возбуждено уголовное дело. В Самарской области затонул катер. Происшествие случилось в воскресенье в акватории Волги около поселка Подстепки в Ставропольском районе. Об этом сообщает сайт региональной поисково-спасательной службы. На расстоянии 150 метров от берега разгерметизировался корпус маломерного судна в области моторного отсека. На борту в момент происшествия находились три человека. Все оказались в воде. К моменту подхода спасателей и пострадавших взял на борт оказавшийся поблизости катер. Спасатели отбуксировали полузатопленное судно к берегу. Пострадавшим медицинская помощь не потребовалась. Спасательная операция была закончена в 21.50. Книги в России за прошлый год подорожали на 15-20%. Цены выросли из-за изменения стоимости импортных материалов, необходимых для печати книг. Кроме того, подорожало оборудование и запчасти из Европы, необходимые для книгопечатания, а также повысилась стоимость отечественной бумаги. По прогнозу Российского Книжного Союза, повышение цен в этом году продолжится и составит 10-15%. Произведения военно-патриотической направленности, мировой классики, аранжировки народных песен России и мира, костюмированные хореографические постановки на темы военной службы. В Самарском гарнизонном доме офицеров подвели итоги 9-го всеармейского фестиваля ансамблей песни и пляски вооруженных силы Российской Федерации. Кто стал победителем, узнаем в сюжете. Более 700 артистов из 12 ансамблей со всей страны. В Самаре завершился 9-й всеармейский фестиваль ансамблей песни и пляски вооруженных сил Российской Федерации. Фестиваль проводился по трем блокам. Оценивали ансамбли военных округов, флотов, а также ансамбли воздушно-космических сил, ракетных войск стратегического назначения, воздушно-десантных и железнодорожных войск. Артисты представили концертные программы, включающие произведения военно-патриотической направленности, мировой классики, аранжировки народных песен России и мира. Победителем стал коллектив Северного флота. Очень сложно судить, оценку ставить таким высоким профессионалам. Мы привлекли людей-профессионалов, в том числе из Самарской области, которые преподаватели по этому направлению, Институте культуры, театр оперы и балета. В Северный флот, когда выступал, зритель вышел в таких эмоциях, с комком горли, и с таким удушевлением, что они даже терялись, как ценить. За время фестиваля артисты провели свыше 20 концертов на сцене Самарского гарнизонного дома офицеров и на концертных площадках области в Тольятти, в Новокуйбышевске, в Сызране и в нескольких районах. Светлана Кудрявцева, События. Песни, пляски, хороводы и веселые конкурсы в выходные в Самаре отметили праздник Троицы. В Парк Дружбы Народов съехались 26 коллективов со всего региона. Что означает этот праздник для православных, и почему важно хранить традиции в нашем сюжете. Песни, пляски, 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 пляски. 26 музыкальных коллективов со всего региона съехались в выходные в Парк Дружбы Народов, чтобы отметить Великий Праздник Троицы. Это большое событие для любого верующего человека. Праздник символизирует три ипостаси Бога и является одним из ключевых в христианстве. Троица, или как ее еще называют Пятидесятница, наступает на 50-й день после Пасхи и предшествует Петрову посту. На Руси его называли съезжим, потому что отметить Троицу собирались жители нескольких ближайших сел. Это один из важных праздников, объединяющий. Это, естественно, отец сына и святой дух, святая Троица. Сам праздник тоже получается у нас объединяющий. И не только русские праздновали этот праздник. Все православные христиане собирались на этот праздник. На Троицу принято собираться семьями за праздничным столом. Символ праздника – береза. Древние славяне считали, что это дерево обладает большой жизненной силой. Березками украшали дома и храмы, защищая их от злых духов и придавая силы жилищам. Организатор праздника Татьяна Мачкасова уверена, важно не только самим чтить традиции, но и передавать их детям. Человек каждый должен знать культуру и историю своего народа. Мне кажется, это обязательно. Это как такой поиск защиты, что ли, или иммунитет, когда он спасает человека. И человек знает, к какому народу он принадлежит, к каким традициям, к какой истории, чтобы не остаться в каком-то одиночестве, вакууме, в пустоте. Троицу в парке дружбы народов отметили около 600 человек. Это не только участники коллективов и их родители, но и гости Самары, прибывшие на теплоходах, и местные жители. Впечатления очень яркие, очень необычные. Такие праздники нужны. Все очень ярко одеты, очень празднично. Очень соответствует названию парка. Мы присоединяемся к народным гуляниям, приобщаемся и восхищаемся здесь местной средой, потому что здесь восстановлены дома. Это моя история, моя история абсолютно. Вот наслаждаюсь, смотрю, наблюдаю и очень радует такая общность. Организаторы уверены, традиции нужно поддерживать и продолжать. И в следующем году в парке дружбы народов снова отметят троицу. Виктория Шарая, Николай Сидоров, события. Самарские крылья советов сохранили прописку в РФПЛ и финишировали на 12-й строчке турнирной таблицы. В заключительном туре чемпионата России подопечные Игоря Осенькина переиграли московский «Спартак» дома с минимальным счетом. За маленьким триумфом Волжского клуба с трибун стадиона наблюдал наш корреспондент Анатолий Головко. Дружина Игоря Осенькина остается в РПЛ. Это, пожалуй, важнейший итог сезона для болельщиков клуба с берегов Волги. Чтобы сохранить прописку в элитном дивизионе, крыльям советов нужно было брать три очка в матче со столичным «Спартаком», грозным соперником, который имел теоретические шансы на серебро турнира. Забегая вперед, отметим, что амбиции народной команды еще в первом тайме похоронил ЦСКА, обыгравший Ростов-Карпина со счетом 4-1. Подопечные Абаскаля об этом знали, но все равно бились за победу, чтобы не потерять лицо перед многочисленной армией фанатов. Волжане в матче со «Спартаком» терпели все – грязные выходки столичной скамейки, боль, грубую игру и сдерживали опасные атаки соперника. В этот вечер Фортуна улыбалась хозяевам. Все основные события произошли во втором тайме. Сперва аргентинец Гарре изящным и сильным ударом расстрелял владение Максименко, а затем в игру вступил третий голкипер самарцев Фролов. Евгений хладнокровно отразил пенальти одного из лучших бомбардиров первенства «Промиса». «Зенит» в параллельном матче минимально обыграл «Факел» прямого конкурента, крыльев в борьбе за спасительную 12-ю строчку и волжане остались в РПЛ. После финального свистка Амелина все футболисты самарского клуба выбежали на поле вместе с тренерским штабом. Главный творец маленького чуда Игорь Осенькин утонул в объятиях подопечных прямо в центральном круге. Под таким давлением, которым мы были последние месяцы, остаться самим собой, не упрощать игру свою, а играть в то, что мы умеем – это очень важно. Один из главных творцов победы над «Спартаком» Евгений Фролов очень скромно оценил свою игру в ключевом эпизоде поединка. Я не могу сказать, что я думал, знал что-то, нет, просто упал. Удача сегодня была на нашей стороне. После матча игроков и тренеров поздравил глава региона Дмитрий Азаров. Во многом благодаря усилиям губернатора профессиональные футбольные клубы из Самарской области громко заявляют о себе на всю страну. Сегодня у вас появилась возможность характер проявить и мастерство, конечно, тоже. Все сегодня это было. Спасибо за сегодняшнее игру. И за новые победы. Волжские футболисты отправляются в отпуск, но уже совсем скоро вновь соберутся вместе, чтобы начать подготовку к новому сезону РПЛ. Он стартует во второй половине июля. Мы будем освещать все игры «Крыльев Советов» на домашнем стадионе в Самаре. Следите за нашими социальными сетями. Анатолий Головко, Константин Головин. События. В эти выходные Самарский стадион «Орбита» принял первых участников традиционного турнира «Лето с футбольным мячом». Дворовые и школьные команды поборолись в мастерстве владения мячом и за право оказаться во втором туре. Подробности расскажет Александра Гусева. В солнечной Самаре погонять по полю мяч любят как взрослые, так и дети. Такая игра, как футбол, не может не привлечь внимание большой дружной компании, утверждают участники традиционного турнира по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом». Областной турнир по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом» в этом году проходит в 15-й раз. Спортивные соревнования проводятся в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Самарской области на 2023 год. Ежегодно в этом турнире принимает участие свыше 30 тысяч человек. По словам специалистов, именно на таких соревнованиях у ребят есть возможность показать свои навыки. Как раз вот в таких соревнованиях и возникают те звездочки, на которые потом обращают внимание. Сергей Васильевич сказал, что ждем наиболее таких одаренных ребят у нас в академии для того, чтобы постараться развить их. Спортивному развитию молодежи в Самарской губернии уделяется особое внимание. Спорт не только способ проведения досуга. Он помогает укрепить здоровье и развить самые позитивные личностные качества, дисциплину, целеустремленность и упорство. При поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, как в центре областной столицы, так и за ее пределами, с каждым годом появляется все больше специализированных спортивных пространств, в том числе и футбольных площадок. Так, открытие турнира «Лето» с футбольным мячом прошло на обновленном по нацпроекту демографии стадионе «Орбита». Конечно, большой шаг мы сделали и в преддверии чемпионата мира. У нас появились современнейшие спортивные площадки, на которых и тренировались перед матчами сборной ведущих футбольных держав мира. А сегодня на этих футбольных площадках тренируются наши юные спортсмены, юные футболисты. А вот только за последние три года было создано более 50 универсальных футбольных площадок по всей области. Турнир «Лето» с футбольным мячом проводится в три этапа – на футбольных площадках, во дворах и стадионах Самарской области. Первый этап будет длиться до 11 июля в городских округах и муниципальных районах Самарской области. Второй этап начнется с 12 июля и завершится 15 августа. Финальные соревнования пройдут с 16 по 31 августа. Место проведения финальных игр будет определено после окончания второго этапа турнира. Александра Гусева, Петр Паломеев, События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В Самаре с 8 по 10 июня пройдет 6-й Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие-2023». Его главной темой станет архитектурное и градостроительное наследие как стратегический ресурс социально-экономического развития России, сообщает сайт городской администрации «Вести с Дворянской». Российские и зарубежные эксперты в сфере архитектуры и реставрации в рамках деловой программы обсудят требования к развитию исторической среды, какое значение памятники архитектуры имеют для развития страны сейчас и в будущем и другие вопросы. Глава Советского района Вадим Бородин провел встречу со студентами СГЭУ по направлению «Государственное и муниципальное управление» и рассказал о структуре муниципальной власти, особенностях ТОС, принципах благоустройства района, финансировании муниципальных программ и о том, как проходит работа исполнительной власти на практике. Глава района отметил, что студенты проявляли интерес к политике и муниципальному управлению, задавали много вопросов и активно участвовали в дискуссии. Договорились провести еще одну встречу, на которой студенты смогут попробовать себя в роли муниципальных служащих. Телеграм-канал администрации Кировского района напоминает, что 5 июня отмечают День эколога. Этот праздник посвящен не только специалистам по защите природы, охране окружающей среды, но и всем неравнодушным к этой сфере активистам. Проблемы экологии занимают значительное место в жизни человека. Принимаются различные меры по уменьшению вреда, наносимого окружающей среде. На этом пока все. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самарагиз. В нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Все вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok